Здравствуйте, в этом видео рассмотрим как начать создание собственной сборки Windows убрать из образа лишнее, добавить то что нужно лично вам и вашему компу и ноуту с помощью простой бесплатной программы будем создавать свой Windows Lite из оригинального образа затем запишем на флешку то что получилось, установим и посмотрим результат видео не маленькое, в комментариях есть удобные тайм-коды, приступаем что нам потребуется для работы, во-первых необходимо как минимум 15 гигабайт свободного места на любом диске или разделе вашего компьютера или ноутбука мы будем использовать бесплатный набор инструментов под названием WinToolkit с популярного сайта MajorGeeks я буду делать все прямо на диске C, у меня здесь достаточно свободного места, только создам на нем отдельную папку назову ее например вот так, название может быть любое, но обязательно английскими буквами не пытайтесь делать все то что я покажу далее на рабочем столе или в других папках библиотек для работы подойдет папка созданная в корне диска C еще раз повторю, название папки обязательно английскими или точнее латинскими буквами если у вас на компьютере или ноутбуке есть другой раздел или диск, то можно создать такую папку и там главное чтобы в пути к папке не было русских или точнее кириллических символов сюда и скачаем все необходимое я использую Google Chrome чтобы скачать прямо в папку без лишних движений я включу настройку в браузере нажимаю меню браузера, три точки, настройки дополнительные здесь в разделе скаченные файлы просто переведу переключатель в правое положение теперь браузер будет спрашивать при каждой загрузке куда скачать файл потом можно просто переключить движок обратно, чтобы все качалось в папку загрузки мы будем делать свой образ Windows 10 поэтому необходимо скачать оригинальный образ Windows 10 с сайта Microsoft именно его мы будем облегчать и убирать из него лишнее я начну загрузку так как это займет некоторое время в описании этого видео я подготовил все необходимые ссылки нажимаю на ссылку номер 1 здесь нам не дадут просто так скачать ISO файл образа как это было раньше нам предлагают скачать средства сейчас и использовать программу Media Creation Tool это неплохой способ скачивания, но в данном случае он нам не подойдет причину объясню немного позже мы скачаем ISO образ напрямую для этого просто на свободном месте страницы нажимаю правую клавишу мыши и выбираю пункт просмотреть код так он называется в Google Chrome который я использую если у вас другой браузер то просто нажмите вот такую комбинацию клавиш Ctrl Shift I она универсальная я нажимаю открылась вот такая консоль здесь просто нажимаю на кнопку в виде планшета и телефона вид слева изменился мы включили вид страницы для мобильных устройств теперь просто перезагружаем страницу этой кнопкой или клавишей F5 готово можно закрывать консоль крестиком здесь появилась возможность выбрать выпуск нажимаю и выбираю версию десятки которая сейчас доступна буквально вот-вот должна выйти новая версия Windows 10 если у вас будет уже она то выбирайте ее я выбираю ноябрьскую 2019 года версию нажимаю кнопку подтвердить теперь нужно выбрать язык нажимаю на выпадающий список выбираю русский нажимаю кнопку подтвердить появились две кнопки 32 и 64-х разрядной версии Windows 10 давайте сразу уточним разрядность установленной здесь системы это можно сделать так открываю проводник правая клавиша на этом компьютере выбираю в контекстном меню Свойства здесь видно разрядность установленной системы еще хочу пояснить что нужно уточнять поддержку разрядности железом на том компьютере или ноутбуке куда вы будете устанавливать облегченную систему я к примеру сейчас работаю на одном ноутбуке а устанавливать буду на другой возвращаюсь к загрузке я нажимаю вот эту кнопку вы выбираете ту разрядность которая нужна вам более подробно о том как скачать образ я показывал в этом ролике ссылка есть в описании этого видео Google Chrome интересуется куда скачать образ выбираю папку которую только что создал на диске С я открыл свою папку на диске С и нажимаю на кнопку Сохранить итак загрузка началась теперь давайте скачаем бесплатный пакет WinToolkit для этого снова открываю описание видео нажимаю на ссылку номер два так вот это закрываем сайт выглядит слегка старомодным но здесь все в порядке с обновлениями версия пакета инструментов двадцатого года нажимаю вот на эту кнопку и здесь открылась уже нужная папка просто нажимаю Сохранить теперь скачаем последнюю программу которая необходима Архиватор 7-Zip нам нужен именно этот архиватор если у вас уже установлен 7-Zip Архиватор то конечно повторно качать и устанавливать его не нужно открываю сайт Архиватора в описании есть ссылка номер три на всякий случай здесь нажимаю вот сюда мне нужна 64-разрядная версия программы нажимаю на ссылку снова загружаю в ту же папку давайте сразу установим Архиватор просто запускаю его здесь нажимаю Install Архиватор установлен нажимаю Close распакуем программу WinToolkit нажимаю правую клавишу на файле в контекстном меню навожу на пункт 7-Zip и в дополнительном контекстном меню кликаю левой клавишей по пункту Распаковать здесь программа распакована давайте посмотрим что у нас с загрузкой чтобы посмотреть все загрузки в браузере можно нажать комбинацию клавиш Ctrl и J как видим Windows загружается нужно дождаться окончания загрузки образ загружен сворачиваю браузер вот он можно приступать к работе давайте распакуем образ нажимаю правую клавишу на ISO файле и в контекстном меню архиватора 7-Zip выбираю в этот раз вот этот пункт распаковать в и далее идет название папки которую создаст архиватор происходит распаковка образ распакован ненужные дистрибутивы программ можно переместить в корзину вот это установочные файлы просто перетаскиваю их в корзину теперь у нас в папке оригинальный образ он останется нетронутым этот же образ распакованный в папку с таким же названием именно этот образ в папке мы и будем препарировать удалять ненужное интегрировать драйвера и так далее делать это мы будем с помощью вот этой программы запускаю ее здесь нажимаю да при запуске инструмента может появиться окно антивирус детектед у меня здесь только защитник Windows и его программа тоже обнаружила любой антивирус будет мешать нам работать с образом поэтому антивирус нужно отключить я отключаю Windows Defender вы отключаете свой антивирус я закрою окно программы мы снова ее запустим отключить защитник можно следующим образом кликаю по значку защитника здесь нажимаю вот на эту иконку щиток и выбираю управление настройками здесь достаточно выключить защиту в реальном времени здесь нажимаю да закрываю окно готово можно продолжать снова запускаю программу перед нами главное окно программы WinToolkit программа на английском языке для нее можно найти неофициальные русификаторы но сейчас я покажу вам что он нам не понадобится мы разберемся без русификатора к тому же к этой новой версии русификатора я пока не встречал я не буду делать обзор программы это займет много времени мы будем разбираться только с теми кнопками которые сегодня нам понадобятся если тема видео покажется интересной и вы поддержите видео своими прекрасными лайками то будем продолжать знакомиться с возможностями этого пакета их довольно много итак сейчас мы начнем редактировать наш распакованный образ а точнее файл install.wim который в общем-то и является образом системы нам нужно открыть этот файл для этого нажимая на кнопку All in One Integraтор интегратор все в одном здесь нажимаю кнопку Browse точнее можно просто навести на нее в выпадающем списке выбираю пункт Browse for Vim вот этот то есть обзор Vim файлов нажимаю в открывшемся окне нужно открыть мою папку выделяю этот компьютер выделяю диск C нажимаю открыть далее выделяю свою папку нажимаю открыть выделяю папку с распакованным образом нажимаю открыть здесь нам нужна папка sources выделяю нажимаю открыть мы видим файл install.wim вот он выделяю его и нажимаю открыть открылся список всех версий Windows 10 которые содержат файл я буду редактировать Windows 10 Pro выделяю его и нажимаю на кнопку Other Tools другие инструменты точнее снова навожу на него здесь нам нужен компонент Removal что можно перевести как удаление компонентов нажимаю в открывшемся окне снова выделяю Windows 10 Pro навожу на кнопку Select то есть выбор и здесь нажимаю на пункт Select Windows 10 Pro программа монтирует образ здесь видно прогресс и статусы которые проходит этот монтаж программа разворачивает все пакеты из которых состоит образ системы готово перед нами список компонентов образа всего их 589 приступаем к удалению ненужных компонентов Windows строки которые помечены красным цветом категорически не рекомендуется удалять также не рекомендуется удалять пункты помеченные желтым цветом зеленые пункты протестированы создателями пакета и многими пользователями их можно удалять без последствий для общей работы системы верхние два блока Темы и Multimedia я бы рекомендовал оставить следующий блок Networking удаляю полностью чтобы не расставлять все крышки можно кликнуть по заголовку и выделить один из пунктов весь блок выделен посмотрите все пункты вдруг вы что-то используете из этого например диагностику сети если пункт нужен то снимите галочку следующий пункт Internet Information Services если удалить какой-то из этих пунктов то будет также удален пакет NetFramework 3.5.1 этот пакет используется очень часто в том числе играми поэтому этот блок не трогаем следующий блок Windows Mobile PC можно удалить если вы не печатаете на этом компьютере то блок Printing можно удалить полностью блок System его можно выделить полностью но затем снимаем галочку с самого пакета NetFramework 3.5.1 о котором я уже сказал также снимаем крыжики со всех красных пунктов обратите внимание вот на эти пункты OneDrive и Windows Search если оставляем эти галочки то удаляем облако OneDrive полностью и поиск Windows если вы активно пользуетесь чем-то из этого оставляйте нужный пункт сняв галочку Hypervisor мало кто использует удаляем его пакет решения проблем Windows Media Player также удалю далее идут приложения установленные в Windows 10 раньше они назывались Metro приложения я удалю их все оставлю только магазин Windows через магазин можно быстро установить некоторые нужные бесплатные приложения например тот же кодек 265 устанавливается через магазин за секунду а без магазина это превращается в проблему снимаю галочку с магазина Microsoft Store Purchase Up приложение Paint и калькулятор также пожалуй оставлю посмотрите все пункты приложения возможно вы используете какие-то из них снимите с них галочки следующий большой пункт давайте быстро рассмотрим здесь снова пакеты фреймворков оставляем опускаемся до строки где упоминается Hypervisor вот эти групповые политики тоже рекомендую оставить итак вот здесь Hypervisor мы их удалили выше поэтому весь этот большой блок тоже удалим для того чтобы выделить большой блок выделяю верхний пункт опускаюсь вниз до нижнего пункта где упоминается Hypervisor вот он нажимаю на клавишу Shift и кликаю по нему теперь кликаю по одному из пунктов по галочке готово блок выделен далее опускаемся ниже Microsoft Storage Service тоже можно удалить и далее снова ищем пакет вот это Hypervisor снова выделяю верхний пункт и нажимаю Shift и нижний пункт ставлю галочку далее еще ниже опускаемся вот эту папку Support можно удалить удалять обновление я бы не стал так как если вы не будете полностью блокировать обновление то это обновление снова скачается и установится когда все ненужные компоненты выделены нажимаем кнопку Remove Components удалить компоненты здесь нас предупреждают что компоненты удаляются без возможности восстановления нажимаю Да итак мы удалили 189 компонентов Windows осталось 338 компонентов чтобы сохранить результаты нашей работы просто нажимаем на крестик то есть закрываем это окно появляется вот такое окно если удаление компонентов это ваша основная задача то в этом окне нажимайте на кнопку Save and Rebuild это сохранит результаты работы и Vim файл будет пересобран уже в новом виде без удаленных компонентов нажимаю на эту кнопку этот процесс также достаточно длительный нужно дождаться его окончания на этом этап удаления ненужных компонентов и приложений Windows Apps завершен если более ничего не планировалось делать с образом то можно сохранять образ в ISO файл для этого используется кнопка ISO Maker создатель ISO если сборка предназначена для какого-то конкретного компа или ноута то можно добавить сборку драйвера например я буду устанавливать эту сборку вот на этот старенький ноут если Windows на данный момент работает на этом ноутбуке и все драйвера установлены то проще всего сделать их резервную копию прямо на этом ноутбуке подробное видео о том как это сделать вы можете посмотреть ссылка в описании я уже сделал такую резервную копию на этом ноуте и скопировал на флешку сейчас добавлю в образ эти драйвера подключаю флешку к тому ноутбуку на котором работаю с образом я пока закрою программу открою флешку скопирую папку с драйверами в мою папку в которой я работаю папка скопирована снова запускаю программу закрою проводник мне нужно открыть и смонтировать тот файл install.vim с которым я работал для этого нажимаю All-in-one интегратор как видите файл сразу же подгрузился остается выбрать версию Windows навести на кнопочку Select и выбрать пункт Select Windows 10 Pro открылся вот такой лист пресетов так как у меня нет никаких сохраненных настроек то есть я их не создавал просто нажимаю Continue No Preset то есть продолжить без пресета перед нами окно All-in-one интегратора в котором открыт мой распакованный и почищенный образ Windows 10 Pro чтобы добавить драйвера перехожу на вкладку Drivers нажимаю на кнопку в виде плюса теперь нужно указать папку в которой лежит резервная копия драйверов открываю этот компьютер диск C моя папка открылась моя папка и внутри лежит папочка Driver Backup которую я только что скопировал мне остается выделить папку и нажать на кнопку Выбор папки подгрузились все драйвера которые я сохранил резервную копию нажимаю на кнопку Start Программа предлагает ввести собственное имя для этой задачи можно изменить то имя которое она присвоила то есть дата и время добавить тут например какой-то текст а можно ничего не менять а просто нажать на кнопку Accept начался процесс интеграции драйверов готово драйвера добавлены в образ после окончания процесса программа показывает нам вот такое сообщение Completed завершено и время затраченное на это действие можно сохранять образ в ISO файл при этом обратите внимание что кнопка Start активна не нажимайте на нее иначе процесс повторится просто закрываем окно интегратора и перед нами основное окно программы итак я сделал все изменения в образе удалил лишние и интегрировал драйвера теперь можно создать ISO образ моей сборки если программа WinToolkit у вас запущена то нажимайте на кнопку ISO Maker создатель ISO для создания ISO образа в этом окне нужно указать папку с файлами которую мы будем сохранять в ISO файл я открою свою папку давайте сделаем вот так все это время мы работали вот над этой папкой которая имеет то же название что и образ скачан из сайта Microsoft все изменения которые мы делали сохранены внутри этой папки именно эту папку а точнее ее содержимое мы сохраняем ISO образ давайте выберем ее в этом окне нажимаем Брауз открываю этот компьютер диск С моя папка и выбираю вот эту папку нажимаю выбор папки теперь нужно дать название нашему ISO файлу нажимаю на кнопку Брауз сохранить ISO файл можно куда угодно но только не внутрь папки которую мы сейчас сохраняем поэтому давайте снова начнем сначала этот компьютер диск С моя папка и сохраним ISO образ внутрь моей папки теперь нужно прописать название файла кликаю вот сюда название вы пишите исключительно для себя чтобы было понятно что это за образ такой я напишу вот так вот такое название но еще добавлю DRV в конце то есть он у меня с драйверами расширение здесь писать не нужно ISO Maker добавит его автоматически нажимаю Сохранить теперь можно изменить метку метка может отличаться от названия ISO если название короткое то можно оставить его и для метки пусть будет вот такая метка в принципе если не хотите метку можно не менять все готово нажимаю Create ISO то есть создать ISO и ждем создания ISO файла в процессе создания ISO открывается вот такое окно где мы можем видеть процент сохранения файла готово программа написала вот такое сообщение завершено ваш ISO создан нажимаю кнопочку ОК можно закрыть это окно давайте перейдем в Проводник вот наш файл который мы только что создали если посмотреть по размеру то он больше чем тот файл который мы скачали с официального сайта но если учесть что папка с драйверами весит примерно 700-800 мегабайт то получилось что немножко размер файла уменьшился чтобы установить Windows нужно записать ISO образ на флешку или диск процесс создания загрузочной флешки я подробно рассматривал в нескольких роликах это можно сделать несколькими программами например Media Creation Tool, Rufus или Ultra ISO ссылки на все эти ролики найдете в описании этого видео мы уже с вами создали ISO файл и записать его на флешку вы сможете самостоятельно либо посмотрев ролики по ссылкам в описании закрываю это окно в пакете WinToolkit есть свой инструмент для работы с флешкой он работает иначе и позволяет сэкономить время можно совсем не создавать ISO образ инструмент называется USB Boot Prep он просто делает флешку загрузочной достаточно просто скопировать файлы из папки образа на флешку и сделать ее загрузочной и после этого сразу устанавливать Windows этот инструмент будет удобен в том случае если вы будете экспериментировать удалять что-то из образа дополнительно или наоборот добавлять него при этом можно сразу скопировать измененный вариант на флешку и установить измененную версию Windows разумеется на копирование файлов тоже тратится время но это время сопоставимо со временем записи на флешку образа любой специальной программой а на создание ISO мы время с этим инструментом не тратим давайте попробуем его в работе мы рассмотрим на примере более распространенного случая когда на вашем компе или ноуте BIOS и жесткий диск или SSD размечен в стиле MBR в этом случае можно сначала скопировать файл образа на флешку а потом сделать ее загрузочной прежде чем копировать давайте убедимся что флешка тоже отформатирована в NTFS это можно сделать прямо в утилите запускаю ее как видите утилита определила подключенную флешку здесь мы видим что флешка имеет файловую систему NTFS все в порядке мы можем копировать файлы образа на флешку снова открываю папку с образом вот папка с образом открываю ее как видите здесь хранятся все файлы конфигурации которые я создавал выделяю все файлы для этого можно нажать комбинацию клавиш Ctrl-A для этого можно нажать комбинацию клавиш Ctrl-A снова открою утилиту утилита работает в двух режимах Quick, Быстрый и Full если вы уже скопировали образ на флешку то используйте только Quick в этом случае флешка не форматируется файловая система так и останется NTFS итак файлы образа скопированы на флешку сворачиваю это окно чтобы сделать флешку загрузочной нужно выделить ее в окне утилиты теперь просто нажимаю на кнопку Quick здесь появляется предупреждение о том что весь контент с USB-девайса будет стерт но это ошибочное сообщение оно относится вот к этому режиму Full поэтому можно смело нажимать на кнопку Да готово теперь флешка стала загрузочной просто закрываю и нажимаю на ОК закрываю утилиту можно закрывать программу давайте посмотрим что с нашей флешкой да, все здесь сохранилось, все в порядке теперь флешка стала загрузочной можно извлекать ее подключать к тому компьютеру на который планируется установка и устанавливать свою версию Винды и так я подключаю флешку к ноутбуку на который устанавливаю сборку я подробно рассматривал установку Windows 10 в своих видео несколько раз ссылки на эти ролики есть в описании поэтому сейчас установлю Windows в более-менее ускоренном темпе с минимальными пояснениями загружаться буду с помощью Boot Menu в меню выбираю вот этот пункт нажимаю на Add ноут загружаются с флешки теперь обычный процесс установки в этом окне нажимаю у меня нет ключа продукта здесь можно выбрать и версию я разумеется выбираю Windows 10 Pro именно эта моя сборка принимаю условия лицензии в этом окне выбираю нижний вариант выборочная только установка Windows для опытных пользователей на этом ноуте у меня были установлены две винды параллельно я хочу полностью удалить все с жесткого диска и просто начисто установить эту сборку для этого я последовательно выделяю каждый раздел и нажимаю на кнопку удалить все разделы удалены чтобы установить Windows на этот диск мы не будем создавать никаких разделов установщик Windows сделает это не хуже нас просто выделяю незанятое пространство и нажимаю кнопку Далее обычный процесс установки так как я загружался с помощью Bookmenu то можно не доставать флешку при первой перезагрузке а можно и отключить все равно она больше не нужна в установке далее все как обычно выбираем регион раскладку клавиатуры оставляю русскую здесь нажимаю пропустить в этом окне выбираю верхний вариант настроить для личного использования нажимаю Далее здесь нам сразу предлагают ввести данные учетной записи Microsoft если вы не хотите входить с учетной записью Microsoft то нажимайте вот на эту кнопку Автономная учетная запись я нажимаю на кнопку Автономная учетная запись здесь Microsoft настаивает чтобы я вошел с учетной записью Microsoft но я нажимаю на кнопку Ограниченные возможности здесь нужно придумать имя пользователя этого компьютера я вошел свое имя нажимаю Далее пароль можно придумать позже снова Далее я не использую журнал поэтому нажимаю Нет здесь можно все отключить как это принято сегодня нажимаю Принять Windows установлен возможно вы замечали что при чистой установке Windows 10 первое что появляется после установки это запрос на поиск драйвера видеоадаптера здесь такого запроса не было давайте откроем диспетчер устройств как видите драйвера которые я интегрировал в образ успешно установились давайте посмотрим на меню пуск здесь можно открепить эти плитки приложения которые переливали здесь всеми цветами радуги удалены они не нагружают процессор теперь меню пуск похоже на Windows 10 версии LTSC если запустить диспетчер задач то видно что нагрузка на комп минимальная сразу после установки ничего судорожно не качается и вентилятор не крутится как сумасшедший это в немалой степени благодаря тому что мы удалили ненужные приложения Windows ненужные пакеты и интегрировали драйвера система готова к работе и к играм буквально мгновенно после установки вы можете сделать дополнительную оптимизацию работы Windows у меня есть специальное видео на эту тему в этом видео вам пригодится только первая часть до удаления приложений специальными скриптами так как мы уже удалили приложение на этапе сборки Windows если вы хотите ограничить обновления Windows или совсем отключить их то у меня также есть отдельное видео на эту тему я обещал пояснить почему для данного случая нам не подойдет скачивание образа Windows с помощью утилиты Media Creation Tool дело в том что эта утилита скачивает образ сжимая файл Install в другом формате посмотрите я только что скачал Media Creation Tool и с помощью нее загрузил образ Windows 10 вот он во-первых бросается в глаза размер этот файл он 20% меньше всего 4 ГБ а вот в эту папку я его распаковал посмотрите на этот файл мы скачали его в начале видео обходным путем без Media Creation Tool размер этого файла почти 5 ГБ но нас больше интересует другое мы распаковали его вот в эту папку если открыть ее и внутри открыть папку Sources то мы найдем здесь файл Install Vim а теперь давайте посмотрим этот же файл здесь открываю папку опять папка Sources здесь мы видим что файл называется Install ESD это тот же самый файл образа но он упакован в более современный зашифрованный и сильнее сжатый формат так вот этот файл не подходит пока для работы с пакетом инструментов WinToolkit он просто пока не предназначен для него конечно этот формат можно конвертировать в этот но это отдельная история поэтому если хотите использовать WinToolkit то качайте образ Windows тем способом который я показал в начале кстати WinToolkit обещает поддержку файлов ESD когда выйдет версия 2.0 мы рассмотрели только базовое набор действий при создании своей сборки Windows убрали лишний мусор из образа и интегрировали несколько драйверов в свою сборку можно добавить нужные программы или игры пакеты библиотек темы отредактировать контекстное меню сделать многое другое программа изначально работала с Windows 7 и позволяет делать интересные сборки из семерки поддержите этот ролик своими лайками и комментами и в одном из следующих видео продолжим тему чтобы не пропустить новые видео не забудьте подписаться на канал и включить колокольчик подписывайтесь на мой дополнительный канал там уже есть несколько новых интересных видео ссылку найдете в описании если это видео было вам полезно ставьте лайки делитесь видео с друзьями спасибо я благодарю вас за просмотры лайки комментарии отдельная благодарность тем кто поддерживает мой канал желаю вам здоровья меня зовут Евгений Юртаев до встречи